Празднование Дня физкультурника проходило в течение всего дня. Приемы и технику в волейболе, футболе, боксе и многих других видах спорта жителям и гостям курорта демонстрировали юные спортсмены. Воспитанники спортшкол на собственном примере показывали, что спорт – это залог хорошего физического и духовного воспитания. «Молодежь должна быть активно вовлечена в занятия физкультуры», – отметил мэр Анатолий Пахомов. Тем более, что в Сочи для этого есть все условия. В городе впервые появились профессиональная футбольная и хоккейная команды, создана и новая муниципальная школа зимних видов спорта. «Спорт – это, прежде всего, воспитание в себе силы, силы воли воспитания. Спорт – это увлечение, спорт – это счастье. И поэтому сегодня, после подготовки к Олимпийским играм в городе Сочи, более 23 тысяч мест в спортивных школах федерального, краевого и муниципального значения». За большой вклад в развитие спорта на курорте мэру был вручен первый в Сочи золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Заслуженные награды достались и профессионалам. Лучшие тренеры и юные спортсмены, принесшие многочисленные награды в копилку города, получили грамоты и кубки. А двукратные победительницы первенства Всероссийских соревнований по синхронному плаванию Юлии Рустиновой вручили значок мастера спорта России.